Всички ли вспомнят, за какого я проповедовала Наталья? Помнит, напомню. Наталья проповедовала о том, что мы должны приготовить путь для Иисуса. Олег Григорьевич олени. И как с ней бороться. Сильные проповеди, не так ли? Заставляют задуматься. Вот я и задумался. Я действительно задумался, что у меня с ленью. Готовлю я путь для Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Откроем первое на сегодня место. Даже два их будет. Евангелие от Матфея. 26 глава. С 33 по 35 стих. От 33 до 35 стих. Петр сказал ему в ответ... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну знаете, этот факт меня очень сильно удивил. что подтверждений в существовании такого, скажем так, человека, как Иисус, больше, чем об Александре Македонском. Но почему-то в Александре Македонского вере... А верите ли вы в то, что Он умер и воскрес за каждого из нас? А верите ли вы в то, что написано в Библии? И знаете, вот я когда читал... Места, где говорится о том, как Его распинали... И все мы понимаем, что те гвозди, которые были сделаны тогда... Это не те, которые сейчас. Я не говорю, что с нынешними гвоздями будет менее болезненно. Но они обточены лазером, они очень острые, они могут зайти с одного удара. А тогда они были не такими уж и острыми. И они приносили просто невыносимую боль. И те закарали человека, да испитывая силу на Бога. И мы знаем, что Христос был 100% человек и 100% Бога. Знаем, что Христос был 100% человек и 100% Бога. Соответственно, Он знал, что Ему... На что ты готов? За какого ты готов? Ради людей, которые в себя не верят, которые тебя проклинают, и какую боль ты готов вынести. Давайте откроем следующее место. Евангелие от Луки. Шестая глава. Шестая глава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Суинформа Продолжение следует... В век современных технологий, когда в соцсетях показывается разная веселая жизнь, уделяя один час в церкви, два часа в клубе, один час на домашке и несколько часов проведения в неподобных местах, непристойных местах, и несколько дней утоления жажды своей плоти, и несколько дней захранишь желание на свой плоти. Так не работает. Мы не можем усидеть на двух стульях одновременно. Мы не можем усидеть на два стула одновременно. Знаете, вот говорят в Библии очень мудрая книга. Продолжение следует... Знаете, не получится перед всеми быть хорошим. И приходить в церковь... Доходя на церковь... Ну и при этом и веселиться... Со своими уже бывшими друзьями в неподобающих местах. И знаете, я и не исполнял как бы своего предназначения, своего призвания, не получал действительно той любви, которую Бог дает каждому из нас. Знаете, вот я слышал разные свидетельства, чудеса. Чувах различные свидетельства, чувах за чудесата. Видел, как люди могут пророчествовать, исцелять... Да учат някого, да назидават. А я так, стоял в сторонке, потому что мне это было неведомо, не дано. Но при этом и для друзей я был весьма странным человеком. По воскресеньям хожу в какую-то церковь. Что-то пытаюсь им сказать, что Бог есть. Но при этом мои слова и мои дела отличаются. Но и среди друзей я тоже не получаю достаточно той любви, которая мне необходима. Дорогие мои, так не работает. Иисус говорил, идите и научите все народы креста во имя Мое. Делаем ли мы это? Служим ли мы людям? И делимся ли мы Божьей любовью? Или же мы умничаем перед другими? Мы знаем Писание. Знаем Бога. А тебе, мой дорогой друг, нужно покаяться, нужно очиститься. И тогда я буду рад тебя видеть на своей домашке, в церкви. Разве это так работает? Разве Иисус пришел к праведникам, к святым людям? Или же... На что мы тратим свое время? На какое хорошее время? Вот знаете, у нас в церкви есть очень много хороших примеров жертвенности. Вот, к примеру, тетя Наташа. Например, Леля Наташа. Вот она каждое воскресенье... Тя всякая неделя... Кормит нас. Тя не храни. И детей. Пирожки... Пирожки... Одного воскресенья, чтобы тетя Наташа не принесла, не накормила людей. Для меня это очень мощный пример жертвенности, как человек жертвует своим временем, своими силами, чтобы послужить другим. За меня это мощный пример для жертвенности, когда человек жертвует своими силами, свое время, чтобы послужить другим людям. Или же пример от чащенных. Или пример на семейство чащени. Муж, жена и трое детей. Муж, супруг, супруга и трима деца. Всички много добре облечени. Приходят вовремя. Идут на время. Я один раз задумывался. Девушки отдыхают свое время, свои силы. Свои нервы на то, чтобы послужить людям, принять людей и жертвовать своим личным временем. И, знаете, это очень вот так подкупает. Это очень такой сильный и мощный пример. Поэтому, драгоценные мои, давайте не будем лениться, не будем искать отговорок, и будем действительно уделять время на Божьи дела. Знаете, когда начинаете, пастор Андрей, когда начал молодежки, и вот мы продолжили, знаете, какая интересная жизнь? Времени, чтобы как-то загрустить или как-то полениться, его нет. Ты такой, ой, у меня все плохо, и тут такой, а мы сегодня куда-то идем? Такой, не, у меня неплохо, у меня все хорошо пошли. Я столько-то к мыскам докажу, иначе всичку я лошу, и после питом у тебя малины из коньяка, да? И, да, иначе всичку я добре. Ой, или я что-то устал, я хочу ле... А поехали все на море? И они на нашем примере видят, как действительно Бог дает свою любовь. Другой вопрос. А готовы ли вы заявлять окружающим о своей вере? Да обявявате на хората около вас за своите веро. Или же в церкви мы будем петь и кричать, вот сегодня была песня о том, что я, дитя, царя? Или в церкви ще поем и ще викаме, че сме децата на царя, как това беше днеска в песентах. А за пределами церкви, а извън церкви, ще казват вы, а worshiped, нельзя. Нет, мы должны полной грудью, со всей силой заявлять о том, кто мы. Потому что иначе, если мы будем стесняться, бояться, нас и будут продолжать пинать. Знаете, вот у меня в жизни есть один очень интересный пример, очень интересная история. Года 4, 5 на 3, 4 даже. Я по работе. И вот мы скооперировались, начали вместе работать. Но вот эти мои коллеги решили все переложить на меня. А мне такое не надо было, чтобы работал только я. А потом заработанное делили пополам. А после тези пари, които спечелим, да ги споделим на всички. Я искал и приводил своих инвесторов. И знаете, когда инвестор, приведенный моими коллегами, начал замечать, что эта сделка уходит с его рук, он, естественно, начал спрашивать с моих коллег. Что вы делаете? Почему вы не работаете? За что не работаете? И они, чтобы не говорить о том, что им просто лень, или они спихнули все на меня, они решили меня оклеветать и сказать, это Рома наговаривает на вас перед собственниками. Это он делает, чтобы вам этот участок не отдали. И знаете, вот мы сидели с друзьями на пляже, и тут мне звонок и разъяренный голос этого инвестора со всеми словами меня покрывает, кто я, что я, что он со мной сделает, что пока что мне варнинские леса. И тут оборвалась связь. Я такой, не понял. Во-первых, я его не узнал. Я перезвонил. Говорю, а вы кто? Я думал, мало ли номера ошиблись. Но когда он назвал меня уже по имени, без эпитетов разных животных, я говорю, давайте мы с вами встретимся. И мы встретились. Интонация и манера разговора не изменилась. И я говорю, вы знаете, я вообще-то верующий Божий человек. И если вы мне что-то сделаете, Бог вас, ой, как сильно накажет. И знаете, у человека очень сильно поменялось выражение лица. И я понял, насколько вот слово Бог для человека является сильным. И я уже ему сказал, давайте разберемся, в чем ситуация. И мы разобрались. Он понял, что был неправ. И он передо мной извинился, угостив меня ужином в хорошем ресторане. Он когда мне это предложил, я говорю, а вы знаете, что вам дешевле будет здание построить, чем меня ужином накормить? Я очень много кушаю. И я вот в тот момент, это был один из первых моментов, когда я убедился, насколько сильное влияние оказывает людям, когда они видят вашу непоколебимую веру. Он за нас, и то, что он не даст тебя в обиду, что он не может уставить в некую лошадь ситуацию, где ты убедит. И не подобных, но в целом ситуаций, где моя вера меня спасала, за эти годы было очень много. И те же ситуации, в которых моя вера меня спасала, собили много. Уделять всего себя Богу, мы лишаем силы, которая написана в Библии, которая дает нам Бог для себя. Защиту, весь оберег, все благословение. Оно на нас льется, но мы такие, оп, оп, оп. или он чего-то лишает, или той не лишава, а мы сами, не сами, мы сами себя этого лишаем. Мы сами подставляемся на то, чтобы что-то потерять, где-то удариться, где-то покалечиться. Знаете, вот, я задумывался, меня как-то спрашивали, 90% вероятност, Да, потому что через полгода после того, как я начал ходить в церковь, я отказался с предыдущей компанией от поездки по клубам и прочим усилительным местам. Моего друга два раза пронули ножом. В обе ноги. В один вечер. А мы всегда были с ним рядом. Любой конфликт, любое недопонимание, мы всегда с ним на первых рядах. И я понимаю, что если бы я полгода назад не помню, все зависит уже от нас. Как мы себя поведем и что мы будем говорить. Вы знаете, мне в последнее время очень часто люди начали говорить, тоже старые знакомые, о том, что я живу в клетке, в каких-то рамках, ограничениях, что видите ли, я сам себя ограничиваю. Я сам ограничал вам себя. По поводу моего. Знакомый говорит, но это же ловушка. Я говорю, нет, друг мой, это ты живешь в ловушке. Потому что если ты без этого не можешь, то что это, если не ловушка? Что это, если не клетка и независимость? Наоборот, Бог нам дает свободу. Напротив, Бог дава не свобода. Он нам дает лучшую жизнь. Так же и в жизни с Богом. Он нам дает свободу. Но Он нас оберегает от ненужных последствий. От того, чтобы наша жизнь, наоборот, была лучше. И когда мы это поймем, наша жизнь действительно станет ярче. Мы станем свободнее. Давайте откроем второе послание Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. Шестая глава. Четырнадцатый стих. Четырнадцатый стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с невердами, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Вот как раз то, о чем я говорил. Не се преклоняйте под чужду иглу с невернити, за чтото, какво общуване на праведность с беззаконием, и какво... и на свете, и во тьме. Не можем едновременно да се намираме и на светлината, и на темнината. Мы должны сделать выбор. Трябва да направим избор. И да, в определен момент люди могут сделать выбор и перейти, так сказать, на темную сторону. Хората могат да направят избор и, така да кажем, да преминат на тъмната страна. И первое время будет ему весьма хорошо. И на первое время может быть ще се чувства много добре. Весьма весело, радостно. Ще ему бъде радостно, весело. Потому что все мы знаем, защото всички знаем, что дьявол лучший искуситель, лучший обманщик. Но постепенно вот это чувство удовлетворенности, постепенно това чувство на удовольствие. Оно будет угасать человека. Его внутренний огонь, его внутренний... Начинают осознавать и тянуться потихоньку к Богу. Но мы, христиане, потихоньку наоборот начинаем как-то прятаться. И люди, которые ищут, они не могут нас найти. И хората, които търсят, не могат да ни намерят. И когда они ни находят, дьявол на ушко. Но Бога же нет. И дьявола тогава шепне на ухото, Бог не се ще спорвам. И человек разочаровается и разворачивается. И человек се разочарова и си тръгва. Знаете, вот я вчера был на сборе бизнеса, Жизнь весела и интересна. И знаете, когда мы закончили, когда я уходил, ко мне подбежала женщина и говорит, мне сыну 17 лет, у него депрессия. И можно он к вам придет познакомиться с вашей компанией? А я еще, когда туда шел, я думал, а зачем я туда вообще иду? Подобные сборища мне не нравятся. Общение на тему бизнеса, зачастую это просто там, как по мне, продажа воздуха, пустое общение и очень мало и редко бывает там что-то конструктивное и полезное. Но когда я туда пошел, я такой понял, а, вот для чего. И знаете, вот я поэтому решился действительно вот кричать о том, что я верующий и я специально сделал себе эту футболочку. Если вы видите, что тут написано, спроси меня. Субтитры создавал DimaTorzok Готовы ли мы жертвовать своими финансами? Готовы ли мы не жертвовать своими финансами ради Бога? Понятное дело, Богу наши деньги не нужны. Но это один из моментов доказания своей веры, жертвенности, то я заметил, что денег у меня меньше не становится. Но при этом церковь может делать разные служения. Вот я уверовал в Молдове, в церкви одной в селе. Естественно, там все люди немного зарабатывали. Но когда мы отделяли десятины и пожертвования, у нас действительно собиралась определенная сумма, которую можно было вложить в служение. А меньше денег у нас не становилось. Когда мы с Аней поженились, и мы как-то сидели с ней в кафешке, и не с тех, она не будет. Продолжение следует... И помимо этого уже организовал молодежки, готовил, как бы все равно жертвовал своими деньгами, поливал. Я говорю, и у меня в среднем в месяц оставались чистыми около 700 лев, 750 лев, 350-400 лев я давал на квартиру и коммунальную. Я говорю, оставшиеся на еду, но потом, когда начал за тобой ухаживать, там в кафе пойти, цветочки подарить, Рафаэлки купить, я говорю, я считаю, и моя бухгалтерия не сходится. Я свикнах да записвам, особенно в то время, сейчас уже чуть более расхлаплена. И я вот открываю тетрадки, я смотрю доходы, смотрю расходы. Но что-то не сходится. И я тогда понимаю, что Бог давал и больше. Хотя я даже не мог этого представить. И со временем Бог начал давать еще больше. Я подумал, а что он мне сразу миллион не дал, я бы не мучился. Но Богу не жалко для нас миллиона. Ему жалко нас миллиона. Как мы им распорядимся? Не отвлекут ли эти деньги нас наоборот от него? Правильно ли мы их потратим? И знаете, отделять, допустим, десятину этими дополнительными делами по ссылкам. Чтобы тем, что количество городов не забудут. Важный, Набори. Используйтесь, что у него не придёт. Используйтесь угодно. Используйтесь угодно. Следующий путь. Став course. Обязательно к нам. Как вы видите, это дефицит. Поэтому я не работал, если вы не узнал «Сква». Используйтесь. Используйте. Представьте позиции. И разумно жертвуем, когда у нас мало, то Он доверит нами больше. У меня есть одна история на одних пастырей из Молдовы. Они в конце 90-х у себя в селе открыли церковь. И люди начали ходить очень большое количество. И они молились, говорили, Бог, нам нужно новое здание. Мы можем даже не больше зарабатывать. В любой стране постсоветского пространства в конце 90-х не сильно большие были зарплаты. И пастор сделал смету. И им вышло, что, чтобы построить здание, которое им нужно, им нужно 2500 долларов. И они молились за конкретную сумму. И спустя пару месяцев им приходит помощь вещей из Голландии. И они смотрели, какие вещи там, людям, какие это. И жена пастора одевает одно пальто. И чувствует, что что-то есть в кармане. Засовывает руку, а там деньги. И как раз необходимые 2500 долларов. И это чудо. И знаете, кто-то бы сказал, ну это все выдумки. Особенно, когда они знают людей. Но буквально пару недель назад я сам столкнулся с подобной ситуацией. У меня есть конверт, куда я откладываю, скажем так, заначку. И мамплик, когда ты слагом пари за... И было очень много расходов. И тут получается, две недели назад я такой, ой, надо страховку на машину делать. Техосмотр. Там за квартиру заплатить, еду, все такое. Там сделки задерживаются, а деньги нужны срочно. Что-то мне в этот момент захотелось открыть сумочку. И я смотрю в этот конверт. И вижу там 500 евро. Не заметить их я не мог. Потому что купюра большая. И она цветная. И она прям торчит из этого конверта. А я два месяца назад, когда мы в Турцию ездили. Все знают Рокфеллера? Все знают Рокфеллера? И первый из Рокфеллеров, не помню уже, как его зовут, его мама была верующей. И она с детства его приводила в церковь, хотела, чтобы он познал Бога. И знаете, вот из биографии, что вот... я или иной вам могу outfit его мне ровно поверение. Что Effective. А теперь я вижу здесь, И мы должны просто спросить у неё. Всем духу кхе. И cognitive и потому что мы люди должны ese дух устроя. sounding и доп tweeting, этого трех, таухи дома, это ноя. обладаем по сути, и это HERO. Ибо…. И это очень важноprendendo. И они не понимаю, Продолжение следует... Продолжение следует... Мне вот в Деянии апостолов очень нравится одно место. Я уже неоднократно здесь его читал. В своих проповедях. Продолжение следует... 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 выбор за каждым из нас. Давайте откроем последнее место на сегодня. Это Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. Девятая глава. Тридцать седьмой стих. Тридцать седьмой стих. Тогда говорит ученикам... ...не будет относиться к нам. Давайте действительно делать... ...и необязательно начинать все прям масштабное и колоссальное. Достаточно начать по своим силам. И Бог будет вам прикладывать. Будет вас развивать, улучшать. Вы будете открывать в себе новые таланти, новые дары, о которых вы даже не могли представить. А о которых вы даже не могли задумываться, что вы это можете. За тези таланти, за които не сте, мисли, че вие можете да правите това. Поскольку мы же все созданы по образу Бога. Ние всички сме создадени по образу Бога. И соответственно, мы многое можем делать. Соответственно, много можем да правим. Но только с Ним. Но само с Него, заедно с Него. Взяв Его с собой. Когато Го взимаме с себе си. И действительно в каждом своем деле прославлять Его. Во всяко свое дело да Го прославим. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, Боже. За Твою жертву. За то, что Ты отдал жизнь свою. За каждого из нас. Дай нам, Господь, сил. Мудрости. Мудрости. Решимости. Действительно. Отдать свою жизнь Тебе. Открой наши духовные глаза и уши. Твори наши духовные учения. Пусть буду я уверен и непоколебим Мои корни глубоко Уверен и непоколебим Тебе. Пусть буду я уверен и непоколебим Мои корни глубоко Уверен и непоколебим Пусть буду я уверен и непоколебим Пусть буду я уверен и непоколебим Пусть буду я уверен и непоколебим Мои корни глубоко Уверен и непоколебим Воколебев тебе. И я хочу я приносить плоды, Укорениться детику Живые воды. И я хочу я приносить плоды, Укорениться детику Живые воды. Пусть буду я уверен И не поколебив Мои корни глубоко, Уверен и не поколебив Тебе, Иисус. Пусть буду я уверен И не поколебив Мои корни глубоко, Уверен и не поколебив Тебе. И я хочу я приносить плоды, Укорениться детику Живые воды. И я хочу я приносить плоды, Укорениться детику Живые воды. И я хочу я приносить плоды, Укорениться детику Живые воды. И я хочу я приносить плоды, Укорениться детику Укорениться детику Живые воды. Живые воды. где ты господь дай нам напиться от твоей живой воды от твоего источника Господь дай нам наполниться тобою укоренять свою веру приносить добрый плод своей веры Твоим ногам, Иисус Это моя песня молитва моя до конца до конца это моя песня молитва моя до конца до конца до конца до конца до конца И я хочу, я приносить плоды, укорениться, где текут живые воды. И я хочу, я приносить плоды, укорениться, где текут живые воды. И я хочу, я приносить плоды, укорениться, где текут живые воды. И я хочу, я приносить плоды, укорениться, где текут живые воды. Пусть буду я уверен и непокалебен, мои корни глубоко. Я хочу, я хочу, я приносить плоды, укорениться, где текут живые воды.